МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По результатам исследования экспертно-криминалистического центра ОМВД установлено, что в пакетах перевозили производное наркотического средства N-метиллофедрон в особо крупном размере. Все это пассажир иномарки планировал сбывать в Москве через тайники и закладки. В отношении 37-летнего выходца из сопредельной республики возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия судом в отношении задержанного избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Каналы поступления наркотиков устанавливаются. Аварии первых снежных дней ноября. В Старице автомобиль Приора поворачивал направо. 20-летний водитель не справился с управлением, машина выехала навстречу и столкнулась с УАЗом Патриот. УАЗ от удара прошиб ограждение моста и чуть не рухнул вниз. В аварии пострадал водитель Лада Приора. Наезд на пешехода в Кашинском районе. Автомобиль «Шевроле Ланос» насмерть сбил женщину 61-го года рождения, которая переходила дорогу вне положенного перехода. Еще один пешеход пострадал в Балаговском районе области. На сей раз женщина 46-го года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Именно там на нее наехал автомобиль «Вольво» с переломом шейки бедра, пострадавшая доставлена в больницу. В Нелидово столкнулись «Рено Логан» и ВАЗ 11-й модели. Пострадали пассажиры столкнувшихся машин. 50-летнего мужчину и 40-летнюю женщину доставили в Нелидовскую ЦРБ. Три машины столкнулись в Ишневолодском районе. Не поделили дорогу «Грузовичок», «ВАЗ-2114» и «Лада Гранта». В больницу с места аварии доставлена пассажирка «Лады». Сотрудники миграционной службы вручили гражданке Украины свидетельство участника государственной программы переселения соотечественников, которая реализуется в Тверской области. Гражданке Украины Галине Чемерис, свидетельство по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, вручил временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции регионального ОМВД полковник полиции Роман Волков. «Мы на данный момент проживаем в Тверской области Вышневолосского района, деревня Афимина. Работаем в сельском предприятии, колхоз юбилейный. Муж живет на водах, я доярка. У нас все получается, ребенок в школу ходит, все хорошо. Никто никого не обижает, я очень рада, что я здесь живу». Женщина поблагодарила полицейских за оперативность в оказании помощи при оформлении важного для нее документа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова